Не хотела ходить в школу, а с уроков возвращалась в слезах. Так описывает Вероника Чурикова свои три года обучения в столичной школе номер 19. По рассказам девушки, всё это время она терпела давление и унижение со стороны учителя русского языка и литературы. Всё началось с того, что педагог не впустила подростку на урок из-за опоздания на две минуты, в то время как других учеников это правило не касалось. С тех пор конфликт стал нарастать и продолжался в течение нескольких лет. Она настраивала класс против меня тем, что вот, например, пример такой, что у нас меня не было неделю, я не ходила неделю, пришла со справкой. И в этот же день, когда я первой пришла, она открывает журнал со словами, что это у вас ошибка, хорошие оценки, надо вам их подпортить. Так как у меня выходило четыре, возможно пять даже бы вышло за четверть, она это сказала, что надо вам подпортить оценки. И начала выставлять двойки за нездатые сочинения и пересказ о полку Игореве. И так как меня не было на прошлой неделе, нужно было вовремя ждать, я попросила пересдать, она сказала садись два. Как рассказывает мама Вероники, за три года её дочь стала настоящим изгоем. Почему вдруг педагог так стал относиться, родители не знают. По словам Марии Чуриковой, подобный конфликт с этой же учительницей был и у её старшей дочери. Когда мама пару лет назад приходила в очередной раз по поводу сетрёнки, с ней поговорить, она стояла, с ней разговаривала, я просто стояла рядом. И рядом были мои одноклассники там некоторые. Я была с распущенными волосами. И так получилось, что она схватила меня за волосы, начала дёргать и рассказывать маме, какая я плохая. Хотя я хочу пояснить о том, что она никогда ни одного урока не упроводила у меня. Она даже не знает, как я учусь. Она даже моего имени не знала. К затянувшемуся конфликту подключился и школьный психолог, дабы урегулировать ситуацию. Однако маму Веронике возмутило то, что беседа проводилась наедине, без сопровождения и без уведомления родителей. Психолог её позвал спросить, что за конфликт с Ольгой Сергеевной. Один час она вот это объясняла, плачет, объясняет ситуацию, что как всё было. А на втором часу психолог сказал, что вот Вероника, вот так вот знаешь, вот раз мама тебя не хочет переводить в другую школу, говорит, то у тебя выход только один. Смириться с этим и принять это. Потому что Ольгу Сергеевну никто у вас не уберёт. Она точно так же будет преподавать в вашем классе. Тебе просто нужно с этим смириться. Сама учитель русского языка и литературы Ольга Сергеевна проработала в школе номер 19 более 40 лет и успела воспитать не одно поколение. Связаться с ней у нашей съёмочной группы не получилось. Однако, как говорят её воспитанники, это очень сильный преподаватель с большим стажем, знаниями и безупречной репутацией. Не знаю, как без таких педагогов наша школа обойдётся. У нас в школе сильные педагоги, но один из самых-самых сильнейших – это Ольга Сергеевна. Просто про него могу сказать, да, то, что да, ругается, да, кричит. Да, бывает, там, ну, очень сильно накричит то, что тебе обидно. Но каждый должен же принимать какую-то информацию и в критику всерьёз. И как бы анализировать это, а не просто как оскорбление принимать. С просьбой решить ситуацию родители Вероники Чуриковой написали заявление Министерства образования и науки. Как рассказала зауч школы, администрация образовательного учреждения уже два раза проводила собрание, где была организована комиссия по вышеуказанной проблеме. В настоящее время Ольга Марченко уволилась по собственному желанию. Эта ситуация началась две-три недели назад. Мама Вероники обратилась к нам с жалобами, в связи с чем была создана комиссия. В первой было решено, что учительница русского языка и литературы не будет вести уроки в классе, где учится эта девочка. Также ей вынесли выговор за поведение. Но после очередного конфликта мы создали ещё одну комиссию. И вот в настоящее время она написала заявление по собственному желанию. Однако родители некоторых учеников недовольны этим решением, а родительский комитет этой школы выступил в поддержку педагога. Сейчас, по их словам, сложно найти таких сильных учителей. Потому необходимо прислужиться ко всем сторонам при вынесении вердикта. По словам родителей, они намерены обратиться в Министерство образования и науки. Идёт сбор подписей. Без неё нашей школе будет очень плохо. И вот у меня ребёнок учится ещё в первом классе. Я бы хотела, чтобы она у него преподавала тоже. Мы готовы, родители, идти в Министерство. Мы собрались все. Мы у детей, с детьми советуемся. Вы вообще думаете как? Или убирать учителя, да? Или вам оставлять? Они все за. Понимаете? Поэтому такого учителя мы на самом деле не найдём. Я очень против, что убирают Ольгу Сергеевну. По какой причине? По причине того, что я тоже проходил её школу. Я учился у неё 11 лет в этой школе. Я знаю её методы. Да, она строгая учительница, но её методы эффективны и продуктивны. И по жизни потом в дальнейшем её обучение помогает жизни. Я думаю, что школу очень много потеряет, если они уволят Ольгу Сергеевну. Тем временем многодетная мама Мария Чурикова не желает возвращения Ольги Марченко и настаивает на её увольнении. Мирима Албегова, Адилет Марсбеков, 5 канал. Субтитры создавал DimaTorzok